Колумбия, где-то близ градицы с Венесуэлой, колумбийский картель развернул завод по производству нового синтетического наркотика. Долажен кадал поставки. Правительство обеих стран обеспокоено ситуацией при решении о проведении совместной спецоперации по остановке наркотрафика. Сводный отряд правительственных войск Колумбии и спецназа Венесуэлы против колумбийского наркокартеля. Такова расстановка противоборствующих сторон по сценарию игры «Картель. Колумбийский трафик», посвященный дню борьбы с наркоманией. Как всегда, команды вооружены с ног до головы. У меня винтовка М4, бронежилет ЦРАС, каска МИЧ-2000 и форма Дезерт Марпад. Пресечь производство и поставки наркотиков, ликвидировать лидера «Картеля» Мигеля, чьи войска обозначены синими лентами – главные задачи сводного отряда правительственных войск. Один из командиров последних, Юрий, побывал в реальных горячих точках Афганистана, Чечне, Ираке и Югославии. И уже четыре года в страйкболе приучил к игре и сына. Мне нравится. Тактическая игра, дабы не отвыкнуть, потому что всю жизнь провел в армии и в охранных структурах. По крайней мере, когда здесь играешь, отвлекаешься от себя как бытовой, будем говорить, бытовых проблем. Для некоторых страйкбол – прекрасный шанс подготовить себя к защите Родины. Ты ползаешь в грязи, плаваешь, и все это тебе в будущем поможет в армии. Первым препятствием на пути войск стала водная переправа, встреченная бойцами с особым оживлением. После чего стороны стали разъезжаться по позициям. Получили последние инструкции. Объединиться. Просто вы там нужны раньше, чтобы они не успели подойти на позиции. Как только вы там закрепитесь, и мы подойдем, мы уже сформируем кулак, нас поддержит Чарли, и мы дованим обидом. И сразу в бой. По итогам многочасовой операции сводный отряд из-за проблем со связью вынужден был уступить к артелю Мигеля со счетом 10-60. Андрей Жиляев и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.